Коммунальные службы ответят штрафами за лишние суммы в жировках. В понедельник вступили в силу поправки в административный кодекс. Теперь ответственность будут нести как ЖКХ и сопутствующие организации, так и специалисты расчетно-кассовых центров. Штрафы в первую очередь предусмотрены за своевольное начисление сумм за дополнительные услуги без договора. В случае технической ошибки или иных вопросов решения будут принимать исполкомы. Все нюансы в репортаже Алексея Потапова. Коммунальщики тоже платят. Всплывшая летом новость об инициативе парламентариев взыскивать с них деньги шока не вызвала, но устоявшийся полувековой миропорядок в теплых отношениях ЖКХ и жильцов несколько пошатнуло. Обиженные некогда жалобщики точат ножи. Теперь, считают некоторые, эксплуатационные службы можно забросать жалобами и содрать рубль другой. Как вы относитесь к инициативе штрафовать ЖКХ за свою боль? Отлично, отлично, двумя руками. Я с этим согласна. Это незаконно. Если жильцы этого не оформляли, то, значит, они за это платить и не должны. Значит, наверное, их правильно будут наказывать. Наверное, надо какими-то другими методами идти. Каждый человек может ошибаться. Законопроект вступил в силу в понедельник. За грехи, вольные и невольные, ЖКХ теперь карают по букве закона. Ошиблись в расчетах штраф, своевольно назначили допуслугу штраф. Две базовые при рецидиве в том же году от 4 до 10. Данная статья в Коапе достаточно долгожданная для людей. Полностью направлена на защиту прав простых людей. Люди ждали, много спрашивали, когда же будет введена вот эта поправка. Ремонт подъездов, обслуживание домофонов, подключение ТВ-каналов и камер видеонаблюдения. Эти услуги в списке самых спорных. Они необязательные, и плату за них случается жильцам начисляют без договора. Теперь за это накажут. Под действия новых поправок подпадут не только ЖЭУ, но и недобросовестные поставщики дополнительных услуг. При этом жертвами коммунальных войн рискуют стать порой далеко не самые виноватые. Отдельные рабочие и кассиры расчетных центров. Ответственность персональная. Не докажут, что не виноваты лично, и штраф заплатят из своего кармана. На всю организацию штраф не ляжет. Из-за первого нарушения предполагается предупреждение и штраф до двух базовых величин. Соответственно, здесь уже в индивидуальном порядке можно действительно будет разобраться. Умышленно было сделано завышение сумм тарифов, либо это произошла техническая ошибка. Если будет доказано, что это техническая ошибка, то я полагаю, что должностное лицо получит предупреждение. По этой причине в расчетных центрах, к примеру, проверяют наличие договоров у жильцов и службы ЖКХ на оказание услуг. Если под документом не сошлось, оплату, как нам рассказали, не начислят, а реестр вернут на пересмотр. Новыми поправками законодатели встали на сторону жильцов в борьбе с коммунальным самоуправством на местах. Но отправляясь в очередной крестовый поход в ближайший ЖЭУ, разберитесь в ситуации. Проверьте, не ошиблись ли вы в показаниях счетчиков, не обязательно ли та или иная услуга к исполнению. Уточните, какая именно организация вас обсчитала и обсчитала ли. Словом, жалуйте с умом. Алексей Потапов, Александр Березкий, Денис Гатила и Владимир Тиханович. Агентство теленовостей.